Прежде всего, вот откуда появилась идея сама, вот этой экспертной платформы «Большая Евразия». Дело в том, что мы, собственно, давно занимаемся, давно работаем вместе в совместных проектах, а последние 5-6 лет так просто очень часто даже встречались во время реализации проектов друг друга. Достаточно часто обсуждались вопросы, и мы встали перед необходимостью выработать какую-то большую рамку. Вот почему бы не взять большую рамку работы и постараться сделать нечто, что, в общем-то, обычно оставляется каким-то большим структурам, но почему бы нам не взяться за это и не попытаться сделать, исходя из нашего регионального аспекта, исходя из того, что мы работаем в организации гражданского общества. Вот такая идея сначала появилась. А потом, после обсуждения этой идеи, действительно возникло представление о том, что можно взять в этом смысле самую современную, самую перспективную идею формирования «Большой Евразии». Тем более, что здесь больше проблем, больше еще только вопросов, а не же решений. Можно как раз участвовать в решении этих вопросов. Второй вопрос сразу же. В каком формате работать? Ну, понятное дело, что на первое место выскочила идея, что давайте будем обмениваться мнениями, но в дальнейшем пришли к пониманию того, что просто обмен мнениями он мало дает, а необходимо системно и структурно правильно обмениваться точками зрения. Точка зрения позволяет выстроить уже некую систему обоснования. Более того, после высказаний точек зрения можно вырабатывать позицию, то есть вырабатывать цели, траекторию движения к этим целям и, собственно, относиться к целям других, а это уже позиция. И с этой точки зрения мы посчитали возможным действовать так и действовать в этом направлении. Отсюда появилась идея производить некую интеллектуальную продукцию, то есть некие доклады, широко обсуждать эти доклады, устраивать диалог вокруг положения этих докладов. Более того, я бы хотел сказать следующее. Не просто трансляция наших докладов будет, а трансляция результатов обсуждения, результатов самого диалога. И за счет такого действия мы предполагаем возможным не просто уточнять те или иные положения, а возможно просто в корне менять, потому что очень важно опереться на мнение наших коллег, прежде всего в странах Центральной Азии, Закавказья. Далее. Почему Большая Евразия? Вот почему такую большую рамку взяли мы? Большая Евразия. Ну, понятно, что исходили мы из того, что еще в 2016 году на Санкт-Петербургском форуме экономическом Владимир Владимирович Путин заявил, что, в общем-то, можно было бы думать об интеграционном процессе в рамках Большой Евразии. Кстати, обоснование очень интересное. Ну, во-первых, существует явный технологический вызов. Кстати, для всех стран, для всех абсолютно, для нас тоже. Технологический вызов означает, что человечество в целом вступает в некий этап, или это называется иногда фазовый переход, когда технологически все меняется, в корне меняется. Я это очень хорошо испытываю на взаимоотношениях со своим младшим сыном. Я его понять не могу, ни он меня, понимаете, но полная технологическая смена. Далее. Вот этот технологический вызов, на него нужно ответить. А, заметьте, за последние 10 лет технологически наша жизнь полностью изменилась. И второе. Явный вызов структурных изменений, как в экономике, так и в социальной сфере. Это очевидно, просто на наших глазах идет. Вот ответ на эти два вызова, тот, кто найдет ответ на эти два вызова, будет характеризовать себя как успешную страну или успешное объединение. Более того, интересно то, что ответить на эти вызовы в рамках одной страны практически невозможно. Необходимо объединение. Вот так возникает идея Большой Евразии, потому что необходимо консолидировать ресурсы и консолидировать возможность совместных действий. Поэтому мы для себя определили так, Большая Евразия это пока не какой-то там четко выстроенный проект и так далее. Это пространство формирующегося партнерства. И в этом плане в Большой Евразии могут оказаться те, кто, собственно, идет на это партнерство. Понятно, что это страны Евразийского экономического союза, понятно, что это страны СНГ, особенно некоторые, несомненно, что очень важна здесь роль и будет интересна роль Таджикистана, Узбекистана. Я думаю, что необходимо обсуждать Азербайджан, некоторые другие страны СНГ. Понятно, что никто не будет снимать со счетов сейчас работу с Китаем, с Ираном. Более того, самое интересное, что перед Европой точно такие же вызовы стоят, точно такие же, и там тоже необходимо на них отвечать. Поэтому никто не снимает возможность, например, с европейскими партнерами, экспертами обсуждать эти вопросы. Продолжение следует...